Дорогие зрители, я приветствую вас на своем канале Harmony in Austria. И сегодня я действительно расскажу вам о гармонии в Австрии, о тех вещах, за которые я люблю Австрию. ТОП-10. Итак, приятного вам просмотра. Первое, о чем я хочу вам рассказать, и самое главное и красивое в Австрии, это природа Австрии. Горы, озера, леса, поля, альпийские луга, невероятное количество разнообразных цветов, это благоухание альпийских трав, водопады, заснеженные вершины гор. Ребята, кому нравится природа Австрии, ставим лайк. Второе, это спорт. Австрийцы довольно-таки спортивная нация, очень много людей здесь занимаются спортом, и они используют красоту своей природы для занятий спортом. Здесь очень популярны такие виды спорта, как бег, дешево и сердито. Нордик волкинг или скандинавская ходьба. Для тех, кто не знает, скажу, что это ходьба в быстром темпе с палками. Также велосипедный спорт. Это может быть как горный велосипед, так и обычный велосипед. Зимой, конечно же, здесь популярны горные лыжи, очень много трасс для обычных лыжников, сноуборд. Также зимой они себя развлекают катанием на коньках, катанием с горки на санках и еще в таких надувных баллонах. Еще здесь очень популярно скалолазание, но оно и понятно, потому что такие красивые горы, никак по ним не поладить. Хождение по канату. Ребята, раньше я думала, что хождение по канату – это чисто цирковой вид спорта, но здесь люди действительно получают удовольствие от хождения по канату. И еще здесь очень популярны летом сплавы по реке, как индивидуальные сплавы, так и групповые. Ребята, кому нравится заниматься спортом на свежем воздухе, ставим лайк. Третье и мое самое любимое – это искусство. Австрия просто создана для людей, любящих искусство. Дорогие зрители, кому знакомы такие фамилии, как Шиле, Кокошко, Климт, Штраус, Моцарт, Вагнер? Ставим лайк. Кто любит оперу? Дорогие зрители, все знают, что венская опера – одна из самых известных и лучших в мире. Также всемирную известность имеет венский хор мальчиков. Кто собирается в Вену, я рекомендую сходить на органы концерта в собор святого Штефа. Четвертое и самое вкусное – это австрийская кухня. Мне очень нравится австрийская кухня, в частности, австрийские десерты. Это такие известные торты, как Эстерхази, Захер. В Зальцбурге вы можете купить шарики Моцарта. Это шоколадные конфетки с марципаном. Очень вкусно. Попробуйте обязательно. Те, которые делают вручную в кафетериях, в кондитерарах. В Вене я вам рекомендую купить как сувенир, но также и попробовать самим за сахарные фиалки. Это просто пальчики оближешь. Пятое – это сезоны. В Австрии вы можете видеть все сезоны, а именно очень красивую зиму, очень-очень-очень красивую весну, очень красивое лето и очень красивую осень. Шестое – это вежливость. Когда вы заходите в магазин, независимо от того, купите ли вы что-то или не купите, вам всегда на кассе улыбнуться, не натянутой улыбкой, как, например, во Франции. Когда вы идете по улице, встречные люди всегда с вами поздороваются, улыбнутся вам. Когда вы откуда-то уходите, вам обязательно скажут «до свидания», пожелают вам хорошего дня. Если это преддверие выходных, пожелают вам хороших выходных или, как вот недавно было, веселой Пасхи. Очень приятно, такая мелочь, но очень приятно. Седьмое – это национальная одежда. Мне очень нравится австрийская национальная одежда. Выглядит это очень элегантно и, я бы даже сказала, секси. Мужчины носят такие кожаные шортики на подтяжках. Они очень выгодно облегают фигуру, подчеркивают достоинства и скрывают недостатки. И еще мужчины носят такие высокие гольфы и такие смешные сказочные ботиночки. Девушки носят платья с фартуками. Платья могут быть либо в... Юбки могут быть либо в пол, либо по колено. Очень красивых цветов. Сверху такой фарточек очень аккуратный. И сверху такая белая или бежевые блузочки, которые очень выгодно подчеркивают женскую грудь. Наверное, вы видели очень много рекламы с Октоберфеста в Мюнхене, когда красивая немка держит кружки пива, две большие кружки пива, и тут у нее всегда, как обычно, пышная грудь. Ну вот точно такую же одежду носят здесь, в Австрии. Значит, когда они одевают эту национальную одежду, они ее надевают по выходным, либо если это какой-то праздник на какие-то официальные мероприятия, как на концерт, например. Это одежда очень высокого качества. Там нет ни одного процента синтетики. И эта одежда очень дорогая. Ребята, кому нравится австрийская, баварская национальная одежда, ставим лайк. Дорогие зрители, следующий пункт нашего разговора, номер восемь, это ландшафтный дизайн. Лично я могу идти куда-то, остановиться и смотреть на какой-нибудь частный садик несколько минут. Все так ухоженно, чистенько, аккуратненько. Один цветочек к другому. Так подобраны цвета. Аккуратно подстриженные кустики. Ребята, скажите, что вы думаете о ландшафтном дизайне в Австрии. Если он вам нравится, ставим лайк. Дорогие зрители, девятое, что мне нравится в Австрии, это отношение к животным. В Австрии, сколько я здесь живу, я не видела ни одно бездомное животное. Домашний сход здесь содержится в идеальных условиях. Все чистые, ухоженные. также здесь я видела Бэмби, когда гуляла. Конечно, когда они меня увидели, они убежали, но все-таки такое необычное чувство увидеть дикое животное на природе, а не в зоопарке. Вы можете увидеть, как здесь пасутся кони на лугах. Потом я уже сказала Бэмби, олени, альпаки. Как резвятся коровы. Это просто отдельная тема для видео. Раньше я думала, что коровы это просто домашний сход. Они нам дают молоко и также мы едим их мясо. Ребята, здесь я заметила, что коровы это как домашние животные. Вот у меня, например, два кота, и я даже могу сравнить их с кошками. Они бегают, резвятся, точно так же, как мои кошки дома. Мне очень нравится отношение к животным в Австрии. Если вам нравится, тоже ставим лайк. Десятое и самое последнее. Я хочу отметить то, что я люблю в Австрии. Это особенный период времени. Называется он Рождество. Я вас всех приглашаю в Австрию на Рождество. Это действительно самое красивое время в Австрии. Вы увидите, как красиво австрийцы украшают улочки, магазины, витрины магазинов, деревья. Всё в огоньках. И такое ощущение складывается, что вы в сказке. Вы как Алиса в стране чудес. Также очень интересно это, конечно, рождественские ярмарки. Вы можете купить очень красивые сувениры. И не мэйден Китай, а австрийской ручной работы. Отведать рождественские вкусняшки на рождественских ярмарках. Моя самая любимая вкусняшка это кайзер шмар. это как блины, но они более пышные, воздушные, с различными соусами. Я предпочитаю с ванильным соусом, также они бывают с изюмом, либо с кусочками яблок, либо с добавлением вкусного алкоголя. В общем, множество очень вариантов. Каждый себе найдёт что-то по душе. И когда холодно, вы берёте эти горячие блинчики ароматные и наслаждаетесь красотой, слушаете австрийскую национальную музыку, которую включают на рождественских ярмарках. Это будут 100% незабываемые дни ваших рождественских каникул. Дорогие зрители, я благодарю вас за внимание, надеюсь, что вам понравилось моё видео ТОП 10 вещей, которые я люблю в Австрии. Подписывайтесь на мой канал, будем смотреть новые интересные видео в Австрии. В следующем видео я расскажу о ТОП 10 вещах, которые я не люблю, а хейт в Австрии. Желаю вам хорошего дня и до встречи!